Наш сегодняшний урок посвящен войне за независимость в странах Латинской Америки. После того, как в конце XV — начале XVI веков эти территории стали осваивать испанские и португальские колонизаторы, все эти территории рано или поздно оказались поделены между Испанией и Португалией. Британским и французским колонистам оставалась очень небольшая территория — это была Гвиана, Москитовый берег, Восточный Гондурас и многочисленные острова Вест-Индии. Впрочем, в 1677 году французам удалось захватить Гаити, которая до этого принадлежала испанцам. Этническая ситуация в регионе складывалась очень непросто. Основную массу населения составляли по-прежнему индейцы, как это было до прихода европейских колонизаторов. В отличие от территории Соединенных Штатов Америки, испанцы вели себя с индейцами достаточно хорошо. В том смысле, что они подавляли восстания, время от времени возникавшие, но не вели политики целенаправленного истребления или перемещения индейцев с их собственных территорий. В результате индейское население в подавляющем большинстве стран Латинской Америки сохранилось. И в таких странах, как Перу, Боливия, Эквадор, Мексика, сегодня индейцы составляют большинство. Сразу после завоевания Америки европейцы начали ввозить в свои американские колонии негров-рабов из Африки. Процент этих рабов в разных латиноамериканских колониях был, безусловно, различным. Наибольшее их количество было на островах Вест-Индии и на территории Бразилии, а в странах, расположенных у Тихоокеанского побережья Южной Америки, негров-рабов практически не было совсем. Безусловно, основную массу господствующего класса в Латинской Америке составляли белые, но и слой европейцев был тоже далеко неоднородным. Кроме европейцев, людей, которые родились в Испании, в Португалии и приехали в Латинскую Америку как колонизаторы, появился достаточно многочисленный слой людей, которые, будучи европейцами по крови, родились уже на территории самих латиноамериканских колоний. Таких людей стали называть креолами. Именно креолы к концу XVIII века стали составлять ударную группу борцов за освобождение латиноамериканских колоний от испанского и португальского господства. Это нетрудно понять. Если европейцы, то есть колонисты в первом поколении, все-таки оставались испанцами и португальцами, и относились к территориям Мексики, Чили, Боливии или Бразилии как территории, из которой нужно как можно быстрее выкачать ресурсы и, возможно, покинуть ее навсегда, то для креолов эти земли были их первой главной родиной. Безусловно, они не теряли связи с Испанией и Португалией. Они говорили на испанском языке, с удовольствием ехали учиться в Испанию, как, впрочем, и в другие страны Европы, но в душе все равно оставались уроженцами Латинской Америки. С экономической точки зрения креолы опять-таки составляли господствующую массу. Именно им принадлежали значительные денежные средства. Именно они в основном были плантаторами. Безусловно, экономическая зависимость от Испании для креолов означала довольно серьезные экономические трудности, поскольку со своих латиноамериканских колоний Испания, разумеется, взимала большие налоги, которые, разумеется, не отменяли необходимости платить деньги и в местный бюджет. Поэтому именно креолы стали той ударной силой, которая была заинтересована в войне за независимость стран Латинской Америки. Уже в конце XVIII века начинают создаваться организации, общества, группы, члены которых стали сначала робко, а потом все более и более явно выражать недовольство тем, что Испания продолжает командовать так далеко от Европы на территории Латинской Америки. В 1783 году на Кубе венесуэльский креол Франсиско Миранда создал такое тайное общество, которое поставило своей задачей ликвидацию испанского колониального господства Латинской Америки. Безусловно, это тайное общество было вскоре раскрыто. Испания, конечно, контролировала территории не только с экономической, но и с политической точки зрения. Миранде удалось бежать, он ездил по странам Европы, он везде рассказывал о том, как нужно Латинской Америке освободиться от испанского колониального господства. Он побывал даже в России в 1787 году, где был довольно хорошо принят, и в конце концов решил вернуться все-таки в Латинскую Америку для того, чтобы возглавить войну за независимость. Безусловно, Миранду, да и других сторонников идеи отделения Латинской Америки от Испании и Португалии подпитывал опыт Соединенных Штатов Америки. Если английские колонисты в Северной Америке смогли поднять восстание, устроить войну за независимость и, в конце концов, стать независимыми от Европы, то почему этого не могут сделать люди в Южной Америке? Другое дело, что в Северной Америке была немножко другая экономическая ситуация. Северная Америка была самодостаточна, тогда как латиноамериканским колониям было бы очень сложно, практически невозможно обойтись без связи с Европой, ведь собственного машиностроения, собственной промышленности даже во многих странах Латинской Америки на тот момент просто-напросто не было. Впрочем, первую попытку поднять восстание и освободиться от европейского колониального господства предприняли не испанские или португальские колонисты, а люди, которые жили на территории французской колонии Гаити. Напомним, что во Франции в 1789 году началась Великая Французская революция и, безусловно, в ее колониях эта новость тоже была встречена ликованием. На Гаити существовала уникальная, пожалуй, ситуация с этническим составом этой страны. Кроме негров-рабов, которых из Африки ввозили в огромном множестве, на Гаити существовала небольшая группа мулатов, то есть людей, которые были потомками от смешанных браков европейцев и африканцев. Вот как раз мулаты-то и стали той самой ударной силой, которая устроила революцию на Гаити. Принято считать, что на Гаити на тот момент проживало около полумиллиона негров-рабов, тогда как европейцев было всего около 40 тысяч, а мулатов было 28 тысяч. То есть не просто подавляющее большинство, но чуть ли не 90 процентов населения острова составляли рабы. В 1791 году на Гаити было поднято первое восстание под лозунгами «Равенство, справедливости и независимости». Возглавил это восстание мулат-плантатор Венсан Оже, который побывал во Франции и вернулся на остров, просто пропитавшись духом революции, свободы, равенства и братства. Но оказалось, что французы, которые так активно говорили о свободе, о самоопределении, о равенстве всех людей, были не слишком настроены слушать плантатора, который призывает к освобождению рабов. Поэтому поднятое им восстание было разгромлено, а сам Венсан Оже казнен. Впрочем, это вовсе не означало, что революционный пыл на Гаити после этого иссяк. Восстание возглавил другой человек, его звали Доминик Туссен-Лавертюр. Туссен-Лавертюр создал вполне боеспособные отряды, которые стали бороться с французскими колонизаторами и требовать свободы и независимости. Этим решила воспользоваться Испания, которая никак не могла простить Франции того, что в конце XVII века Гаити перешло под французский контроль. В результате Франция поняла, что гораздо проще и дешевле будет договориться с восставшими, чем подавлять эти выступления. И в 1793 году Франция официально освободила всех рабов. В результате войны, которая шла между Францией и Испанией на территории Гаити, французы как раз и опирались на своих вчерашних невольников. Были сформированы довольно серьезные боевые отряды, которые к 1798 году вытеснили всех нефранцузов с территории Гаити. Эти отряды имели достаточно четкую систему военной дисциплины, а Тосен-Лавертюр был даже назначен генералом, а впоследствии он стал правителем всего острова под званием консула. Напомним, что именно такое звание в 1799 году присвоил себе Наполеон Бонапарт. Впрочем, после прихода к власти Наполеона французы передумали. В 1802 году было объявлено о том, что рабство на Гаити восстанавливается. Понятно, что позитивно эту новость на острове встретить никак не могли. На Гаити вспыхнуло новое восстание, а подавлять его была прислана армия генерала Леклерка. С основными силами восставших Леклерку справиться удалось, но подавление всего восстания заняло бы слишком много времени. А напомним, что в войсках Леклерка очень нуждались на территории Европы, ведь в самом разгаре были наполеоновские войны. Поэтому генерал пошел на хитрость. Туссен-Лавертюра уговорили подписать перемирие на условии отказа французов от восстановления рабства. После того, как перемирие было подписано, французы пошли на очередную хитрость. Под предлогом того, что на Гаити готовится очередное восстание, они заманили Туссен-Лавертюра в ловушку и захватили его в плен. Генерал был перевезен на территорию Франции, посажен в тюрьму, где вскоре и скончался от туберкулеза. Впрочем, это восстание все-таки привело к провозглашению независимости острова. 1 января 1804 года Гаити было провозглашено независимым государством. Правда, республика пробыла очень недолго. Довольно быстро на Гаити установился имперский политический строй. Вы прекрасно понимаете, что бывшая французская колония безусловно списывала вехи своего исторического развития с Францией. Впрочем, французы тоже долгое время не признавали независимости Гаити. Они согласились делать это только в 1834 году, и то после того, как гаитяне решили выплатить Франции компенсацию за утраченное на острове имущество. Пример Гаити воодушевил другие латиноамериканские колонии. Если это смогли сделать французские колонисты, то почему независимости не смогут добиться испанцы и португальцы? В результате, уже в 1808 году Миранда попытался поднять восстание в Латинской Америке, но это восстание тоже было довольно быстро подавлено. В 1808 году Франция начала войну с Испанией в Европе, и, конечно, ослабевшая митрополия уже не могла так активно бороться со своими противниками, как это было в конце XVIII или в самом начале XIX века. Если говорить о Южной Америке, то борьбу за независимость этого региона можно подразделить на два этапа. На первом этапе, условно мы датируем его 1810-1815 годами, действия патриотов были разрозненными. Они боролись за независимость только тех территорий, на которых проживали сами. Безусловно, ничем хорошим это закончиться не могло. Восстания, пусть даже и не сразу, были подавлены. Необходимо было действовать согласованно. В 1810 году целая цепочка восстаний была поднята в разных уголках Латинской Америки. На территории современной Венесуэлы восстание возглавил сам Франциско Миранда и молодой офицер Симон Боливар. Аналогичные восстания в течение ближайших месяцев вспыхнули на территории современных Аргентины и Чили. Испанским войскам в Латинской Америке удалось довольно быстро перейти в наступление и подавить большинство из поднятых восстаний. В 1812 году армия, действовавшая на территории Венесуэлы под командованием Миранды, капитулировала. Сам Миранда был арестован собственными сторонниками за трусости предательства и передан испанцам. Боливару удалось бежать. Он перебрался на Ямайку, которая в то время была колонией Великобритании, и наладил связь с властями Гаити. Гаитяне отправили ему оружие и боеприпасы. Результатом этой цепочки восстаний 1810-1811 годов стала, пожалуй, независимость Парагвая, провозглашенная в 1811 году, а также независимость территории Лаплаты — это северная и центральная часть современной Аргентины. Во всех остальных регионах к 1816 году испанцам удалось подавить выступления сторонников независимости. С 1816 по 1826 год продолжается второй этап освободительной войны в Латинской Америке. Этот этап был связан уже с согласованными действиями войск. Главную роль во время освобождения Латинской Америки сыграли армии Боливара и Сан-Мартина. Генерал-креол Сан-Мартин в 1816 году создал вполне боеспособную армию на территории провинции Лаплата, нынешней Аргентины. С боями ему удалось пересечь кордильеры, достичь Чили и в 1818 году провозгласить независимость чилийского государства. Дальше его войска отправились на север, и после многочисленных боев с испанцами в 1822 году провозгласили независимость Перу. На севере Южной Америки в то время действовала армия Симона Боливара. В 1816 году ему удалось развернуть полномасштабные военные действия на территории Венесуэлы, а в 1819 году он освободил территорию современной Колумбии. В результате было создано единое государство, которое называлось Великая Колумбия. В 1822 году войска Боливара перешли в наступление на территорию Эквадора, и в 1822 году была провозглашена независимость и этого государства. Сторонники идеи полного освобождения Латинской Америки от испанского господства надеялись на сотрудничество между Боливаром и Сан-Мартином. В 1822 году состоялась их встреча в городе Гуайякиль. Однако оказалось, что между двумя главнокомандующими есть очень серьезное разногласие. Боливар категорически отказался помочь Сан-Мартину войсками, ведь ему нужно было еще освобождать территорию Верхнего Перу, территорию современной Боливии. Почему Сан-Мартин так остро пережил этот отказ до сих пор непонятно, но он отказался от должности главнокомандующего Перу и уехал в Европу, где и умер в забвении 30 лет спустя. Сам Симон Боливар сформировал еще одну армию, с которой в 1824-1825 годах довершил таки дело Сан-Мартино и освободил территорию Верхнего Перу. Государство, провозглашенное там в 1825 году, как раз и получило в его честь название Боливия, а один из городов получил имя в честь еще одного генерала армии Боливара генерала Сукре. В 1810 году началась революция в Мексике. Первую революционную армию сформировал священник Мигели Дальго, но она действовала крайне недолго с 1810 по 1811 год. В 11 году ее сменила еще одна армия, ее возглавлял другой священник Хосе Мария Морелос. Освободительная война здесь продолжалась до 1815 года, но эти выступления тоже были подавлены испанцами. Через несколько лет в Мексике возникла еще одна освободительная армия. Ее возглавлял бывший полковник испанской армии Креол и Турбиде. Как раз ему-то и удалось к осени 1821 года изгнать испанские войска с территории Мексики и провозгласить там независимое государство. Впрочем, правителем Мексики и Турбиде пробыл недолго. В 1822 году он провозгласил Мексику империей, а себя императором. Сторонникам идеи независимости очень не понравилось то, что республика, на которую они так долго надеялись, вдруг становится монархией, и Турбиде был изгнан из страны. Впрочем, он попытался бороться за власть и в 1824 году вернулся, вновь попытавшись стать императором Агустином I. Но он был пойман и расстрелян. Наконец, оставалась еще одна территория, все еще не освободившаяся от европейского колониального господства. Это была португальская колония Бразилия. Здесь было две очень важные особенности. Во-первых, как и на Гаити в Бразилии, огромный процент населения составляли африканские рабы. Борьба бразильцев за независимость от Португалии осложнялась еще и тем, что португальский двор с 1807 года находился на территории Бразилии. Португальский король и регент решили бежать сюда, спасаясь от приближающихся армий Наполеона. Именно поэтому бороться с португальским королем было довольно затруднительно, ведь он находился на территории самой этой колонии. Впрочем, в 1815 году ничто не помешало провозгласить Бразилию отдельным государством, а португальского регента Жуана императором Жуаном VI. Впрочем, после того, как в Португалии произошла буржуазная революция, короля призвали вернуться на родину, что он и сделал в 1821 году. Бразильцы остались, по сути, без правителя и решили воспользоваться этим для того, чтобы провозгласить полную и окончательную независимость от португальской монархии. В сентябре 1822 года была провозглашена независимость Бразилии, а через месяц сыну португальского короля была предложена императорская корона. Он стал императором Бразилии под именем Педро I. Оставалась еще одна территория, которая все это время боролась за независимость. Это современное государство Уругвай. Его близость к территории Бразилии предопределила судьбу Уругвая. Во время войны за независимость эта территория была оккупирована бразильскими войсками. Уругвайцы подняли собственное восстание, на этот раз уже и против испанцев, и против бразильцев одновременно. В 1825-28 годах на территории Уругвая велись военные действия. Когда они завершились, и в 1828 году была провозглашена независимость Уругвая, войны за независимость в Латинской Америке завершились. В результате описанных нами военных действий на территории Латинской Америки образовалось 9 государств на месте бывших испанских колоний. Это Соединенные провинции Центральной Америки, которые включают в себя нынешние Гватемалы, Сальвадор, Никарагуа и Коста-Рику, Мексика, Великая Колумбия, которая включает в себя нынешние Колумбии, Венесуэлу, Панаму и Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили и Аргентина, которая до 1853 года носила название объединенной провинции Лаплаты. К ним добавилась и Бразилия, ставшая также независимым государством и освободившаяся уже не от испанского, а от португальского колониального господства. Вновь провозглашенные латиноамериканские государства, безусловно, мечтали о том, что заживут свободной жизнью и будут сотрудничать со всеми странами на условиях равноправия. Но, разумеется, это было не совсем так. С экономической точки зрения все эти государства были достаточно слабыми, и во второй половине XIX века им придется решать многочисленные проблемы как политического, так и экономического характера. Об этих проблемах мы и поговорим с вами на нашем следующем уроке. А наш сегодняшний урок на этом закончен. Спасибо за внимание.